Особое мнение на 101FM Как вам сегодняшний город и довольны ли вы тем, как справились городские службы? Снегопад состоялся наконец-то и хочу сказать, что вчера у меня были опасения после того, как я вышел очень поздно после заседания Думы и убирал шапку снега с автомобиля, то сегодня я был очень рано на колесах и могу сказать, что практически везде, не везде, а общественный транспорт вообще двигался нормально. Были, конечно, некие огрехи в уборке на местности, где сложный рельеф, это там с московской строителей, ну еще несколько мест, но в целом... Там, где горки. Вот я помню, вышли в очень хорошем состоянии из такого большого снегопада. Выпало, на самом деле, 5 сантиметров снега. Ну, мне, честно говоря, оказалось, что больше, потому что вчера я вышла с работы, было там почти колотку снега. В официальном, конечно, почти колотку, но это же пушистого снега, а как замеряют наши метеорологи, они сегодня 5 сантиметров, достаточно много, на самом деле, это большая цифра. И мы, думаю, что вышли хорошо из этого положения. Я боялся, что будет. То есть УДПИ у него отработало отлично. Ну, давайте, раз мы про снег... Хорошо, скажем. Хорошо. Хорошо. Раз начали про снег, давайте тогда про него немножко поговорим. На этой неделе была совершенно разная погода. На начало недели был дождь, потом резкое похолодание, сейчас снег. Вот когда прошел дождь, все это замерзло, появилась первая наледь. И, собственно говоря, мы находимся... Даже озера появились у нас на некоторых улицах. Да, появилась наледь. Я шла вечером с работы и смотрю улицы, тротуары, посыпанные песком. Я, готовясь к сегодняшнему эфиру, посмотрела информацию. В декабре 2017 года нам Илья Вячеславович говорил о том, что откажемся мы в ближайшее время от песко-соляной смеси. В феврале этого года он в интервью одному изданию сказал, что в центре города стало чище, потому что в центре песок не применяется. Но мы с вами находимся в центре. И, собственно говоря, именно здесь я видела песок на тротуарах. Когда мы откажемся от песка? Мы спросим Илью Вячеславовича еще раз. Это не такая сложная проблема. Он всегда отвечает на задаваемые ему вопросы. Но я думаю, что объем песко-соляной смеси в этом году будет существенно снижен. Потому что мы знаем, что завозилось специальные химические реактивы в достаточно большом количестве. Я думаю, что поступит, сейчас закуплена еще техника дополнительная у обслуживающих организаций. Я думаю, что ее использование этих химических смесей задерживается непоступлением техники в сроки, оговоренные контрактом. Они поступят чуть попозже, где-то в десятых числах ноября. И тогда, я думаю, этот процесс будет налажен. Очень надеюсь на это. Ну, то есть мы в перспективе все-таки откажемся от песка. Ну, не в сто процентов, конечно, сто процентов, я думаю, что не откажемся, но в большом объеме. Ну, как скоро это может произойти? Я думаю, что в ближайшие недели произойдет. Это было бы хорошо. Давайте тогда к вчерашнему, опять же, заседанию Городской думы перейдем. А, думаю, самых длительных заседаний пока в истории 6-го созыва. Мы закончили в 16.40, 16.30. Начали в 10. Еще продолжалось в отдельном... Депутаты продолжали свою работу, не все, правда, но и закончилось в начале седьмого. Тяжелый труд. Ну, это была необходимость в этом. Мы же должны с 1 ноября общественным транспортом пользоваться, поэтому заседали по поводу утверждения условий торгов по контракту на обслуживание общественным транспортом. Там возникло достаточно много вопросов, и нас услышали, депутатов, Илья Вячеславович отдал очень серьезные команды, распоряжения. Я думаю, что те, которые готовили этот материал, просидели сегодня всю ночь, потому что им в 10 часов надо было представить эти документы вновь. Надеюсь, что они учли все замечания и пожелания депутатов. Это касается новых контрактов на маршруты. Это по розыгрышу новых лотов на все маршруты. Депутаты как-то были допущены к формированию технических заданий? Ну, мы обсуждали, мы внесли свои рекомендации, их, конечно, не учли. Великие исполнители из транспортной службы нашей мэрии. То есть фактически те задания остаются в том же виде, в котором оно было? Нет, нет, нет. Я не знаю, вот на 10 утра я, к сожалению, уже не видел еще документ. Но очень надеюсь, что те рекомендации, которые требовали депутаты, будут учтены. Это касалось возраста автобусов, экологичности транспорта, внешнего вида, уборки самих салонов и так далее. И мы очень просили, чтобы лоты при розыгрыше были равномерные. Потому что там было по третьему лоту некое искажение. Что значит равномерные? Ну, есть выгодные маршруты и невыгодные маршруты. То есть, чтобы был баланс. Да, чтобы был баланс. Вот особенно Илья Вячеславович Шульгин настаивал на этом. Даже без депутатов. Хорошо. Значит, вчера, кроме того, что вы обсудили... Много было вопросов. Да, вы начали согласование трех кандидатур на посты в экономическом блоке. Значит, при обсуждении кандидатуры Елены Гущиной одним из ваших коллег было высказано предложение, действующее сейчас самостоятельно управление по развитию предпринимательства, включить в ее сферу ответственности под управление экономического блока. Я думаю, фидологически достаточно. Вот я хотела спросить ваши отношения. Потому что считается, что неэффективное управление развития предпринимательства. Ну, то, что оно неэффективное, это мы рассматривали и видели на комиссиях с коллегами. Я думаю, что под руководством Елены Гущиной это внесет новую кровь в деятельность этой организации, а может и полностью. Но ликвидировать такую организацию не надо. Она, конечно, несет свою пользу, если ней правильно управлять и ставить задачи, которые она должна выполнять. Я думаю, что это будет также курироваться и Асланом Арзаевым, эта часть. Потому что мы же понимаем, что инвестиционная политика без политики по предпринимательству неразрывна, в моем понимании. И я думаю, что у него дойдут руки и заниматься этой частью тоже. Ну, вот та борьба с бабушками, которую вчера озвучили, которую ведет управление предпринимательством, ваш коллега озвучил. А, ну да, есть такая вещь. Это, и сказал, что это основное, основное на сегодняшний день вид занятий управления предпринимательством. Ну да, это совсем нелогично, как вы сами понимаете. Я хочу спросить, обещанные ярмарки, где они? Ну, на самом деле, места выделяются. Я знаю, где они, я сам занимался, будучи депутатом властного законодательного собрания. Они есть, но они не находятся всегда в местах, как я называю, на красной линии. И понятно, что и покупателям, и торгующим удобнее торговать в тех местах, где есть поток. Ну, и там, где давно, в общем-то, исторически уже сложилось. Сложилось, да. Что это правильно, сто процентов, тоже утверждательное, потому что мы сами знаем, что эти места не убираются. Самими продавцами не очень корректно там все это происходит. Мы понимаем, что есть потребность. Понятно, что это не нравится и сетевикам, и другим торгующим. Ну, если мы с ларьками практически поборолись, то с бабушками бороться сложно. Я думаю, что если бы другая экономическая ситуация была... А нужно ли? Вот я закончил. Ну, была другая экономическая ситуация в стране и в городе, то мы бы... Их, во-первых, было бы меньше, наверное. То, что их продукт востребован, это даже не обсуждается. Просто надо подумать, как организовать правильно, чтобы это было доступно, удобно как продавцам, так и покупателям. А как это сделать? Ну, для твоей специальной люди, я же не могу за весь город отвечать. Конечно, я знаю, как это... Ну, предполагая, как это можно сделать, я внесу свои рекомендации по этому вопросу. Хорошо. Юрий Львович, предлагаю прерваться на короткий перерыв. Вернемся в студию, продолжим. Возвращаемся в студию, продолжаем программу «Особое мнение». Его сегодня высказывает депутат Кировской городской думы Юрий Шлеминзон. Мы начали обсуждать вчерашнее заседание городской думы, его продолжаем. И мне хочется, Юрий Львович, услышать ваше мнение касаемо трех кандидатур, которые вы вчера согласовали на посты в экономическом блоке. Я слушателям напомню, у нас идет речь о трех людях. Это Аслан Рзаев, который занял пост замглавы администрации по вопросу муниципальной собственности. Вадим Токарев и Елена Гущина. Что вы по этим кандидатурам думаете, как вы голосовали? Во-первых, они сначала все проходили комиссию, которую я возглавляю. Это так, по регламенту у нас положено. Какого-либо неприятия этих кандидатур у меня лично не было. Все члены комиссии проголосовали за. Да. И, соответственно, по регламенту это было вынесено на решение Кировской городской думы. Выступающие мои коллеги тоже не выражали никаких отрезательных эмоций по назначению этих кандидатур. И они очень хорошо прошли голосование. Их, во-первых, хорошо представили. Если Владимир Токарев, его бывший начальник представлял, господин Сурженко, это министр имущественных отношений Кировской области. На комиссии он очень подробно рассказал, какую последнюю деятельность провел Владимир Токарев. Какие, будем говорить, хорошие экономические достижения были у его деятельности. Аслана Розаева рекомендовал сам Илья Вячеславович. Мы знаем, что он сделал на центральном рынке. Ну, там реально большой прорыв. Я видел новые проекты по реконструкции центрального рынка и в том числе октябрьского рынка. Достаточно инициативный, работающий молодой человек. Я думаю, что его присутствие на этой должности должно дать результат. А Елена Гущина уже была исполняющей обязанности. Достаточно компетентный специалист, поэтому она тоже хорошо прошла согласование. Вот касаемо Аслана Розаева. Он пришел на свою должность в августе прошлого года. Фактически год и два месяца от работав. Его сейчас назначают замглавой администрации. Вопрос в чем? Он, наверное, еще не до конца выполнил те цели и задачи, которые были поставлены перед ним руководством. А он будет продолжать курировать реконструкцию центрального рынка? Он получил такое обременение от руководства города. То есть это не получается, что он бросил то, чем занимался? Нет, он не бросил. Он будет продолжать это. Это говорилось на заседании. Илья Вячеславович об этом говорил. Главное, что он не был никогда чиновником. Вот это мне больше всего привлекательно в этом человеке. Он не был чиновником. У него другое видение. А на этой, будем говорить, должности, по направлению такие люди нужны. Которые не были чиновниками и у них взгляд немножко пошире, чем 180 градусов. Ну, возможно, да. Давайте к другой теме перейдем, которая, наверное, станет центровой в нашем сегодняшнем эфире. Это повышение стоимости. И самое больное, конечно же. Повышение стоимости тарифов на отопление. Вы вчера городской думой согласовали повышение тарифов на 7,6% с 1 июля 2020 года. Давайте объясним слушателям, почему так произошло. С чем это связано? Повышение тарифа должно было быть. Но так как администрация города долго согласовывала конституционное соглашение. Ну, это было вызвано не просто бездеятельностью, а в связи с тем, что в конституционное соглашение включались дополнительные, будем говорить, сети, которые выпали. Раньше были на обслуживание одной из организаций. И она их в себя сбросила, и пришлось их брать, как правильно назвать, лепсисети. Это достаточно большой объем. Они попали в конституционное соглашение по определенному регламенту. И это вызвало задержку подписания конституционного соглашения. Если бы все документы, все это было сделано ранее, то повышение было бы без согласования депутатов с 1 июля. Ну, то есть уже в октябре мы бы платили по новому. Тогда, когда произошло нормативное повышение цены по всей России? Ну, поймите, что вообще больше двух раз нельзя повышать. У нас нормативное было первое в январе. Это на 1,7 в связи с введением НДС. По всей стране это прошло. И второе было плановое повышение тарифа. Больше двух раз в год повышать нельзя. А по конституционному соглашению это могли сделать. И могли сделать это прямо с 1 ноября. Но, понимая, что можно еще как бы оттянуть время, это же никому радости не приносит. Все понимают, что это достаточно сейчас существенная часть коммунальных услуг, особенно горячего водоснабжения и отопления. И при том, что мы не замечаем великого роста благосостояния населения в нашей области, это достаточно чувствительный момент для всех. Надо отметить, как трактовала РСТ, что это повышение коснется не всего населения в полном объеме, а называлась такая 1478 домохозяйств. Домохозяйств каких? Давайте уточним. Нет, городских. Площадь там, как приводилось, пример более 100 квадратных метров. То есть повышение не для всех, а только для тех, кто живет в больших квартирах. Я, честно, не очень уверен, что это вот так будет, как сказали. Но надо еще отметить, что тариф, на самом деле, он будет проходить некое утверждение. Ну, его ФАС в Москве должен согласовать. Если не найдет в полном подтверждении та инвестиционная программа, которая выполнялась в 2019 году, то тариф может быть пересмотрен. И это у нас проходило неоднократно. У нас снимались инвестиционные составляющие по 50 миллионов, по 90 миллионов и другие цифры в предыдущие годы. То, что коэффициент повышения, он такой и останется, но базовая цифра может быть изменена в связи с тем, что может быть пересмотрено выполнение конституционного соглашения. Базовая цифра, это как вы говорите, то есть наш тариф сегодня 7-6 процентов. Он разбит, по сути, на две цифры. Нет, я про стоимость самой гикокалории. Там 1800... Ну, боюсь ошибиться. Какая-то там есть цифра. Или 1900 сейчас 12. 1920, по-моему. Да, 1920. На 7,6, соответственно... 7,6 остается. Но, может быть, не тысяча, которая большая, там, ну, две тысячи, да. А может быть, если там посчитают, что не выполнены все цифры, которые заявлялись в формировании этого тарифа, то они снимаются в следующем сезоне, как бы вычитают. Понял. Взаимозачетом... Не зачетом, а просто вычитают. То есть вы как бы сначала переплачивали условно... А потом из тарифа это вычитывают. А из тарифа это вычитывают. Ну, то, что было вот с ТКО у нас, да. Правда, не все это закончилось. Там с ТКО уже вот сняли. Это часть инвестиционной составляющей, которая у него была учтена. Примерно так. И почему депутатам пришлось это делать? Потому что были нарушены сроки. И поэтому это по федеральному законодательству должно было пройти через утверждение депутата. Если это было проведено бы с 1 июля, то губернатор бы издал указ, и согласование с депутатами не требовалось. Потому что депутаты имеют опосредственное отношение к росту этого тарифа в этой пропорции. Но если бы вы голосовали в июле, вот если бы у вас была возможность, тогда если бы консессионное соглашение подписали раньше... А мы бы не голосовали. Нам не надо было бы голосовать вообще. Нет, вот это третье повышение, полтора процента, оно бы происходило без вашего согласования. Оно бы как бы, оно было совмещенное, оно было бы второе, а не третье. Тогда мы закладываем, чтобы там было полтора процента. Соответственно, в июле 2020 года, на сколько бы повысился тариф? На 7,6 бы он повысился, только уже с 1 ноября бы он повысился. То есть он все равно повысился бы на 7,6 процентов? Конечно. Понятно. А так мы на год позже будем его платить. Потому что он же платит только в сезон, а у нас не разбито. Только в период отопределивого сезона. В последующие годы, как вы думаете, как будет развиваться ситуация с тарифом? Да, так же будет развиваться. Ну, то есть каждый год будет прирастать. Да, только не в таких объемах. РСТ нам обещала, что рост тарифа не будет свыше нормативного повышения, не больше 1,7 процентов. Фактически мы видим тут 3,6 процентов. Ну, 3,2. Если посчитать, наверное. Что будет дальше? То есть дальше он будет расти такими же большими темпами или все-таки он придет в какую-то норму и будет уже более равномерный план украшения? Более равномерно, конечно, после 3 или 4 лет. Ну, во-первых, объемы инвестиционных вложений будут снижаться. Соответственно, будет снижаться и тариф. Но мы, как нам обещала КТК, что в результате этих инвестиционных программ снизится количество протечек, ремонтных работ будет меньше. И мы когда-то там при жизни, не знаю кого, прийдем к снижению тарифа в абсолютных величинах. Имеется в виду, ну, непонятно, что инвестиция существует в стране, да? Ну, вот в рамках того, что затратная часть будет меньше, благодаря проводимым ремонтам, тариф когда-то должен снизиться. Ну, я думаю, это не при моей жизни, конечно, но кто-то может и успеет. Это какая-то очень маловероятная перспектива, мне кажется. Кто будет и как будут контролировать уплату 7-6% именно вот этими полутора тысячами домохозяйств? То есть как это отконтролировать? Вы говорите, что вы в это не верите. Нет, это контролировать никто, это физически никто не будет контролировать. Будет контролироваться выполнение инвестиционных программ. Об этом было сказано на всех уровнях от правительства Кировской области, которые обязаны это делать. И сейчас городская администрация, это постановление, если я не ошибаюсь, должно быть выйти или сегодня, или завтра по требованию депутатов. Ну, будем говорить не по требованию, да, по требованию, это было протокольно отмечено. Илья Вячеславович должен представить то ли сегодня, то ли завтра постановление о контроле за выполнением инвестиционных программ по теплооснабжению. Потому что сейчас реально, ну, это физически некому делать. Если бумаги как-то проверяются, да, это реально проверяется, то контроль при выполнении работ осуществляется с самим КТК. То есть они сами фотографируют, снимают, представляют, сами себя контролируют. После вот этого документа, да, который будет издан 1 ноября, в чем будет заключаться контроль со стороны администрации? Ну, выполнение работ, то есть те трубы стоят, вообще трубы поставили. То есть будут назначены какие-то люди, которые будут от администрации выезжать на место. Да, и визуально проверять выполнение работ. Если работа их не устроит. Ну, там же экспертизы проводятся, государственные экспертизы, а качество, еще же качество надо проверять. Ну, я понимаю, что администрация будет контролировать, есть или нет. Ну, это же все под землей, вы же как, потом можно долго догадываться, есть там труба. Она новая или старая, старая или новая. Ну, вот я не хочу сказать плохого в сторону КТК, что это, но мы знаем, что в других регионах трубы после «Газпрома» использовали. Ну, разные есть вопросы в этом деле. Нам надо проверять, тот ли диаметр трубы лежит, тот ли глубиня. То есть меня интересуют специалисты, или это будут, или это будут. Но тоже не общественникам же это доверят. Конечно, потому что проверять должен человек, который в этом разбирается. Если их работы не устроит, что будет дальше? Это вычитается из инвестиционной составляющей, за счет этого нельзя повышать тариф. Про тариф опять-таки. Если 7,6, это для тех полутора тысяч домохозяйств, для остальных какой будет рост тарифа? В рамках 6,8, как и должно быть. 6,8 процентов? То есть та информация, которая сегодня массово появляется в средствах массовой информации, возможно, не совсем верна? Нет, она некорректна просто. Это не депутаты вышли, не РСТ вышла с требованием. Это вышло правительство Кировской области. Просто по процедуре мы должны были... Нет, я говорю именно по проценту. А? Я и говорю именно по проценту. У нас везде написано, что 7,6 процентов для всех кировчан. Но не для всех кировчан. Нет. Все, я поняла. Так, это формулировая РСТ. У нас с вами минута остается до перерыва. Я предлагаю озвучить тему, которую мы начнем обсуждать после повышения налоговой ставки на имущество физических лиц. Тема в Думе вызвала очень жаркие споры. Вы вчера, по-моему, практически час вы ее обсуждали. И все-таки депутаты, которые были против, они убедили остальных коллег, что повышать эти ставки не нужно. Поэтому сейчас мы эту проблему разберем. Как вы голосовали? Почему? Это особое мнение депутата Кировской городской думы Юрия Шлемензона. У нас перерыв. Особое мнение на 101FM Возвращаемся в студию. Продолжаем особое мнение. Наш гость сегодня Юрий Шлемензон, депутат Кировской городской думы. Обещала, что обсудим тему повышения налоговых ставок на имущество физических лиц. Имеющих коммерческую недвижимость. Но формулировался он повышение налога на имущество физических лиц. Поэтому кого это коснется? Это коснется тех, кто имеет торгово-офисные помещения. И по новому федеральному законодательству. Если раньше у нас было принято региональное постановление от тысячи метров, то сейчас от нуля. Ну, как бы от нуля, от любой площади, которая имеет это назначение. Я считаю, что это правильно. Почему? Объясняю. Все должны быть конкурентно равны. Человек, который имел 998 метров, поплевывал и не платил ничего. А человек, имеющий тысячу один метр, был обязан платить. Вот это неравенство, считаю, совершенно неверно. Теперь пойдем дальше. По проценту от кадастровой стоимости. Было предложение это сделать поэтапно, без огромного роста. Сразу до двух процентов, хотя есть регионы, где уже давно два процента. Сегодня ставка один процент. В Кировской области, да. И сохранилось. Во что это выразится? Это значит бюджет, и мы с вами для выполнения наших социальных программ недополучим деньги. Второе, это опять та же неконкурентная среда образовалась. Почему это произошло? Когда докладывали специалисты о тех объектах, которые попадают под новую вставку налогообложения, звучала цифра по региону, у нас по муниципальному образованию 1800 объектов. Сейчас платят. А если взять цифру, которая начнет с 1 января 2021 года... 21 года, извините. 21 года. Закон вступает с 20-го года, а сбор уже пойдет с 21-го года. Она по грязным подсчетам по области составляла около 16 тысяч объектов. Но я думаю, что там есть задвоение. Ну, реально, наверное, тысяч 12. Давайте поясним. Рост вызван тем, что снизилась площадь, которая попадает под налогообложения. Вот эти магазины и небольшие предприятия, которые расположены на первых этажах жилых домов, попадают в эту историю. Но это же малый и средний бизнес, который у нас принято защищать и помогать. А мы его защищаем. Но конкурентная... Еще раз вернусь. Конкурентность должна быть 999 и 1001. Разница большая, большая. Это та позиция, которая вчера отстаивала торгово-промышленная палата. Да я и неправильно отсталю. Там все же специалисты. Они... Вот кто за своих борется? Это надо дать должное торгово-промышленная палата. Мне тоже не безразлично. Малый бизнес. Я сам был участником малого бизнеса много лет. Поэтому понимаю, что это... Конечно, его надо поддерживать. Ну, может, есть другие способы его поддерживать. Они реально есть. Потому что у нас, конечно, завышенное налогообложение. Мы могли бы добиваться и другими способами помогать малому бизнесу. Не давать возможности такого роста стоимости дизельного топлива, например. Это ведь не только по автолюбителям ударит. Это ударит по всему. У нас редко поднялась цена. Это, кстати, тоже было вчера обсуждали. Да. И никакой реакции мы от властей пока, к сожалению, не видим в этом вопросе. Давайте мы вернемся к налогам. Теперь возвращаемся к нашим баранам, как говорится. То есть бюджет потеряет. Реально. Почему была вызвана такая реакция и депутатов, голосующих? Потому что докладчики, когда стали назвать цифры, которых база вырастет. Мы понимаем, что основная недвижимость такого плана – это все же областной центр. Город Киров. Но закрывалось сомнение, когда спросили, вырастет ли кадастровая стоимость, то практически не прозвучал ответ, что она не вырастет. И насколько она вырастет, тоже стало непонятно. Идите в суд, как сейчас говорят, отбивайте свою кадастровую стоимость. Поэтому получилось бы, если мы говорим сейчас 20-процентный рост, 1,2 – это 20-процентный рост, да? А 2% – это 100-процентный рост. То есть фактически в два раза. Мы еще бы дошли. При этом могла кадастровая стоимость возрасти, мы не знаем, в сколько раз. Она же происходит, такие скачки. И это получается уже не на 20% мог налог вырасти, на 120, на 60, на 70. То есть никто конкретики о том, что за этот период не вырастет кадастровая стоимость в большое величине, не сказал. Это вызвало соответствующую реакцию депутатов. И не проголосовали за поэтапное введение коэффициента налога на недвижимость, коммерческую недвижимость, будем так говорить. Конечно, это не очень хорошо. Потому что бюджет и социальные программы потеряли средства. Все равно это произойдет. Ну, оттянули бы улучшение нашей жизни на один год. Неверно. То есть если за постановление не принято, в следующем году ставки действуют действующие. Которые действующие, конечно. Которые нынешние. Кто контролирует вот эту кадастровую стоимость? Это специальные службы. Ну, я так понимаю, что это просто полномочия не города. Я понимаю, что это полномочия не города. То есть город устанавливает ставки, а кадастровая это уже областной уровень, и в этом, в общем-то, может возникнуть диссонанс. Да. Я поняла. То есть в следующем году все остается так же, но велика вероятность, наверное, того, что в 2020 году... Все равно поступление налога должно увеличиться, потому что база возрастет, если было 1800 объектов, а станет там, ну, пускай 10 тысяч, 8 тысяч. Все равно это... Ну, понятно, что они по площадям не огромные, да, эти объекты, но все равно это достаточно такой весомый кусочек должен добавиться. А не боитесь ли вы... Будет ли собираемость хорошая еще? Вот вопрос. Кстати, да. Доживут ли эти предприниматели до этого периода, что можно будет платить? Мы же видим, что там сокращается налоговая база, да? Не боитесь ли вы, что возникнет ситуация, когда юридические лица, собственники торгово-офисных площадей будут переводить их на физлицы? Ну, это уже было. Это уже было ранее. Ну, это законно. Ну, вот готовясь, кстати, к сегодняшнему эфиру по повышению налогов, я нашла информацию, которую наш министр финансов России Антон Силуанов сказал, по-моему, в конце прошлого года. Не будем упоминать больше его фамилию. И сказал, что 6 лет, ближайшие 6 лет, роста налогов не произойдет. Вы в это верите? Я хочу спросить вас, верите ли вы в это, и почему налог все равно повышается? Я не верю. Потому что мы слышали много про пенсию и про другие вещи. Про рост стоимости бензина, привязанную к стоимости нефти у них там, у этих загнивающих буржуев и так далее и тому подобное. Мы много всяких басен наслушались. У меня лично нет доверия к таким словам. Давайте к другой теме быстренько ее обсудим. Не так много времени у нас остается. Вы вчера утвердили изменения в правилах землепользования. Ну, по одному объекту. По одному объекту. Но дело не в этом. Меня заинтересовало то, что выяснилось, в общем-то, в ходе обсуждения. То, что сегодня в наших правилах землепользования... В течение министра по имуществу? Да, да. То, что Артем Сруженко сказал о том, что порядка 250 категорий земель сегодня существует в Кирове. Эти правила, как я понимаю, были утверждены в 2009 году. Вы в это время были еще депутатом Законодательного собрания. И, наверное, отношения не имеете. Но, может быть, вы вспомните, чем было это вызвано. И были ли какие-то объективные причины для такого раздувания категории земель. Ну, объективные причины, можно их назвать, были, конечно. Просто так на пустом месте ничего не возникает, да? Ну, будем говорить, во-первых, если оттолкнуть от того, что это было выгодно чиновникам, каждое лишнее согласование, сами понимаете, это добавляет жизни чиновникам. И еще чего-то другого. По отдельным объектам, по ПЗЗ, может быть, и правильно было, что в этих зонах, если там чистое здравоохранение, как говорится, чтобы не могли пристроить заправку, ларек и что, либо еще. Да, при проектировании и заказе на большие зоны, которые все в себя запускают, да, можно было нарваться. И почему это не только в Кирове было сделано, что стали дробить зоны, чтобы обезопасить себя, ну, не себя, а город, муниципалитет, от действий, которые не подходят муниципалитету. Вот только этим было вызвано большое обилие зон. Хотя это не всегда выгодно при приватизации, которую проводит муниципалитет или область. То есть, когда много зон в одном, надо все равно это объединять, иначе нет потребителей на зону, которая узконаправленная. Конечно, они бывают, но реже. А когда зона имеет более широкое использование, это, получается, ну, оно более ликвидное место. Ну, сейчас, насколько я знаю... У нас, слушай, ограничений, конечно, достаточно много, вот особенно там псевдоисторическая, историческая часть. Вот, только в зоне здравоохранения три подкатегории. В зоне здравоохранения специально в здравоохранении. Это, конечно, чиновничьи штучки. И ничего другого я не вижу. На поклон, на поклон, на поклон. Сейчас, когда идет разработка нового градостроительного кодекса, я как понимаю, что под них новые правила благоустройства, вернее, землепользования будут переверстываться. Можно ли внести изменения в количество земель, в количество категорий земель? Конечно, можно. Но это прерогатива кого? Администрации. Но вы же, депутаты, можете выступить с предложением. Выступить мы можем. Меня вот что интересует. Потому что вчера по этому участку, который вы обсуждали на перекрестке Юровской и Строителей, многие депутаты опасаются, что будут построены жилые дома. Нет, ну, это оговорено, что жилищно... Это даже протокольно было отмечено. Я вообще, на самом деле, выступал против того, чтобы Лукоилу там позволить. Он просто расшириться хочет. Так как это не самая лучшая для нашего города организация, которая благоволит, не принимая вообще ни в одной из социальных программ в регионе. Это, мне кажется, вызвано в вчерашнем выступлении. Нет, это я до этого уже говорил. Я обращался и к администрации города, попросил наших депутатов. Мы готовим обращение к губернатору по поводу деятельности этой компании в регионе. Нет, это не с сегодняшнего дня. Поверьте мне, я этим вопросом уже не первый день занимаюсь. Я хотел... Ну, единственное, что мы бы испортили приватизированные моменты, поиспользовали всего участка, поэтому я... Я, правда, воздержался голосовать. Ну, так получилось, в общем. И все-таки я закончу вопрос. Земля будет использоваться, как заверяло правительство Кировской области, еще точного назначения нет, потому что нельзя запроектировать, пока нет изменений ПЗЗ. А потом появится проект. Но разговор о строительстве жилья там вообще не стоял. Это я поняла. Но все-таки, если мы будем переверстывать правила землепользования, можно ли вот эту зону там общественно-деловой застройки, которая на сегодняшний день самая широкая, и включает в себя много разных вариантов, да, объектов, можем ли мы исключить, сделать такую же зону, но исключить из нее жилищную застройку? Так, чтобы депутаты, принимая постановление, они-таки голосовали за то, чтобы включить вот в эту зону, но понимали, что жилья там не будет. Конечно, можно. Почему не надо? Можно. То есть депутаты могут с такой инициативой выступить, если... Что для этого нужно? Это нанеси изменения в ПЗЗ. Нет, я имею в виду со стороны какая-то политическая воля, может быть, или обращение граждан. То есть депутаты знают про это, они сами внесут. То есть если будет потребность, то депутаты внесут. Поняла. Предлагаю на этом закончить. Время наше подходит к концу. Это было «Особое мнение» депутата Кировской городской думы Юрия Шлемензона. Спасибо. Всего доброго. Спасибо всем. До свидания.